Сегодня у нас вопросы верности в семье. Итак, следует знать, что вопрос верности находится в сфере изучения вопросов, что тем связанных с счастьем в целом. Потому что в основном человек изменяет близким не от хорошей жизни, того, что ему счастья не хватает. То есть в этом кроется основная проблема. И кроме того, следует сказать о том, что вообще, строго говоря, если говорить о счастье в семейной жизни, то не каждый человек способен правильно его понимать сразу. И результат будет однозначным у тех, кто не понимает, как правильно построить семейную жизнь. Им придется или изменить психически своим близким людям, или физически, что в принципе несет в себе какую-то разницу, но не слишком большую. И почему целая тема называется вопрос верности в семье? Почему этот вопрос выделен в особую тему, как вы считаете? Потому что самая большая сила, которая сохраняет семейные отношения, это верность. Сила психическая. Самая большая сила, которая разрушает семейные отношения, это неверность в семейных отношениях. Вот и ответ на вопрос очень прост. Допустим, почему вот у меня рука, если вы дернете руку, она сразу не отлетит от тела? Знаете почему? Потому что она ему верна. Если у нас будут какие-то раздоры, то она отсохнет. Но это такая шутка, но в ней есть доля правды. Дело в том, что отношения между людьми, они тоже имеют природу чего-то общего, целостности какой-то, которая должна жить вместе, существовать вместе. Это имеется в виду семья. То есть определенный организм, в котором есть различные его части. Но в целом он должен работать как что-то одно целое. И это означает, что прежде всего, что это означает, что мы будем и счастье, и страдания делить вместе. То есть в этом идея заключается. Зачем такая ячейка нужна? Для того, чтобы мы могли отрабатывать нормально свою карму. Потому что когда карма тяжелая, если нет поддержки, то человек не может ее отработать. У него обязательно начинаются какие-то ухудшения жизни, проблем. Им нужна какая-то сила. Семейные отношения дают силу, потому что мужские черты характера незаменимы, женские незаменимы. Вместе объединяясь, они дают большую стабильность в характере, больше удовольствия, допустим. У мужчины есть ответственность, но нет покладности характера. У женщины есть, допустим, чуткость, но нет смелости и так далее. И это все объединяется вместе, получается такая система, которая приносит всем счастье, называется семьей. В этой системе есть одно слабое звено. Оно заключается в том, что невозможно углублять семейное счастье сразу на два направления, или на три, или на четыре. В этом заключается вся проблема. И поэтому человек, который не знает о том, что счастье находится в сфере глубоких отношений, он неминуемо попадается на удочку современной рекламы сексуальной революции. То есть с кем хочу и живу. И там как в песне поется, как гимн, песня такая. И кто тебе в постели нужен, это sexual revolution. Такой гимн такой звучит. Вот очень такие молодые голоса, такие с большой надеждой, как бы поют такие. Мы там живем, та-та-та-та-та. Мы идем, та-та-та-та. И кто тебе в постели нужен, это sexual revolution. С большим энтузиазмом. Песня как гимн звучит, очень энтузиастичная. Проблема начинается, когда энтузиазм заканчивается. Когда человек с этой идеей предстает перед фактами, которые произошли в его жизни. И в этом заключается наша нехватка знания, истинного знания, что может случиться со мной, если я буду подвергнусь этим идеям. Откуда же эти идеи берутся? Не берутся из того, что человек должен быть счастливым. В этом нет никакого сомнения. И для счастья все виды знания направлены на счастье. Не то, что там, допустим, ведическое знание — это такой вот палач с мечом стоит. Я вас всех покараю за все. Нет, это тоже то, что направлено к счастью, дает возможность быть счастливыми. Веды объясняют, что счастье находится в сфере глубоких отношений. Глубокие отношения означают возвышенные отношения. Не возниженные отношения, а возвышенные. То есть современное понимание углубления отношений означает более глубокий сексуальный контакт. Углубление отношений идет. Это как бы современное понимание. И когда сексуальный контакт становится уже не глубоким, а слабым, тогда надо перейти на другого партнера. Современное знание говорит. Надо найти другого партнера, и тогда у тебя будет более, так сказать, счастья больше в жизни будет. Но согласно ведическому знанию, сначала отношения возникают всегда на основе... То есть они, конечно, могут... Мотивы у молодых людей к отношениям могут быть возвышенные, но сначала отношения все равно спускаются. Без этого бы не вырождались дети. То есть отношения все равно спускаются на какой-то достаточно такой примитивный уровень чистое наслаждение телом человека другого. Но потом постепенно отношения должны подниматься вверх. Если этого в семье не происходит достаточно долгое время, то взаимное истощение психическое, половое, приводит к тому, что появляется очень сильная неудовлетворенность друг к другу. То есть это связано с тем, что в принципе человеку нужно нечто большее. Ему нужна более глубокая любовь, глубокие возвышенные отношения, какие-то общие идеи в жизни, общие интересы. Ему просто он не может жить чисто постельными интересами. Это не поможет. Понимаете, ему быть счастливым. Что же делают постельные интересы? Вот эти отношения, половые отношения, у них есть определенное свойство. Они очень сильно людей погружают в друг друга. На первом уровне погружения люди чувствуют друг от друга только вот счастье, такое нежность, любовь, заботу и так далее. Под воздействием этой энергии они как бы кружат друг другу голову. Потом, когда они дальше углубляют отношения, они видят, что чем дальше в лес, тем больше дров. Что как бы там кроме счастья есть еще и неприязнь какая-то, и что-то не устраивает кого-то, и понеслась. И дальше отношения углубляются, еще друг в друга они входят. Они начинают реально контактировать уже с грехами друг друга, с явными недостатками. И в этот момент происходит отрезвление. Они смотрят друг на друга и в шоке, и видят, что есть много таких вещей, которые невозможно терпеть. появляется очень много абит, разочарования. Вот это взаимное углубление происходит в результате излишних сексуальных отношений, когда они постоянно навязывают именно этот способ жизни друг другу. Согласно ведическому знанию, углубление отношений между супругами должно идти постепенно. То есть оно должно основываться на стремлении работать над характером, над своим характером. Человек, работая над своим характером, несмотря на то, что проблемы в характере вскрываются, все видят, что он над ними работает, и в принципе никто не против. Так отношения не просто становятся более близкими в отрицательном смысле слова, что это приводит к тому, что вся грязь близкого человека отражается на твоей психике. В этом случае отношения сближаются на высших центрах, что приносит все больше и больше счастья. Когда таким образом ведическое знание гласит, что в семье с самого начала, с самого создания люди должны работать над своим характером, серьезно трудиться над собой, самосовершенствованием заниматься, по каким-то системам самосовершенствования. И тогда семейная жизнь наполнится счастьем. Если они начинают отдельно заниматься самосовершенствованием, то часто стать самосовершенствованием превращается в какую-то амбицию. Человек, который достигает чего-то, он начинает всех близких считать ниже себя и так далее. Это не является самосовершенствованием, это просто гордость. По-настоящему совершенный, человек с совершенным характером, он улучшает отношения в семье, делает их лучше. Знания можно использовать по-разному, можно им гордиться, испортить все, а можно наоборот им приносить всем счастье. И к чему я это все вам говорю? Дело все заключается в том, что количество счастья возвышенного в семье стоит противовес количеству измен. Это очень важно знать, что измены являются закономерным исходом неправильного отношения к семейному счастью. Если отношения строятся только на основе постельных отношений, каким бы хорошим ни был человек, рано или поздно эти отношения надойдят, они истощаются постепенно. И близкому человеку будет хотеться уже кого-то другого, потому что счастье-то уже кончилось, счастье нужно опять, дальше, а его уже нет. А другого счастья человек не понимает, кроме как это. И поэтому приходится искать кого-то другого. В современной психологии пытаются оправдать это необходимостью, она говорит, что это просто потребность, это очень важно. Но эта необходимость описана в ведах, как самый ужасный враг семейной жизни. Так вот, знайте, что у нас есть враги, которые сидят прямо в нас. Они нас грызут, нам голову, ум наш, для того, чтобы мы потеряли последнее счастье, остатки своего семейного счастья. Так описываются веды, вот это вот желание измены. Самое ужасное, что именно философия сейчас, люди, которые начинают изучать философию, она часто приводит именно к отрицательному результату, потому что появилось много новых философов, которые сильно сами философии не изучили, пытаются что-то преподавать, свои взгляды навсегда. Самое ужасное заключается в том, что иногда эти взгляды бывают очень безнравственными, и как бы внешне кажется все очень возвышенно. Так, что же говорят веды по поводу измены? Они говорят о том, что, когда человек изменяет близкому человеку, то вот это единство семейной ячейки, оно рушится. То есть количество счастья, которое человек должен отдавать по своей жизни своему близкому человеку, делится на две части. Одна часть идет кому-то другому, с кем произошла измена, потому что отношения тоже близкими стали, и они еще свежие отношения, новые, более сильные. Поэтому энергия сильно отрывается от семьи, то есть количество счастья идет из семьи туда, и что происходит с близкими людьми? Начинают испытывать непонятное беспокойство, неудовлетворенность внутреннюю сильную. Это беспокойство постепенно растет и делает отношения очень тяжелыми. Что делать человек, который изменил, он смотрит на своих близких и думает, правильно я веду себя, потому что они меня не уважают, не любят, поэтому я так себя веду. То есть есть уже явное оправдание, возможность оправдаться. Так? И дальше теряется взаимопонимание, потому что гармонии нет, также взаимопонимание это сила, которую надо копить, это не то, что само по себе приходит. Почему у нас с тобой нет взаимопонимания? Это все равно, что дистрофик в кровати лежит, он говорит, почему у меня нет силы? Потому что надо делать ее, копить, взаимопонимание тоже копится с помощью работы над собой серьезно, именно не над своим близким человеком, а над собой. И взаимопонимание и уважение это две категории, которые основываются на верности. Отсутствие верности уничтожает взаимопонимание, уничтожает гармонию, уничтожает уважение. И так, допустим, человеку произошла измена. В результате этого запускается механизм такой разрушения семейного счастья, как мина замедленного действия. Он постепенно работает, никто не видит, моторчик этот не слышит, но он постепенно портит отношения. Чаще всего люди не могут связать одно с другим. Им кажется, что отношения закономерно должны были быть испорчены, но они испортятся только по этой причине, потому что измена является занозой, которая делает нагноение в ране. Гнойный процесс наступает, неуправляемый. Инфекция отношений плохих начинает распространяться. Нет силы, которая поддерживает отношения, нет заряда. И в ведической культуре вопросы верности очень сильно и серьезно и глубоко изучались вообще в семье. Как увеличить верность, как сохранить ее, какое преимущество верность дает семейной жизни, какие преимущества есть. Все это является предметом изучения вед. И, допустим, если говорить о верности в целом, то мы сейчас с вами остановимся хотя бы просто на настрой на верности, что он дает. Так как 나строй на верность является самой большой аскезой, то есть это тяжелее всего эту аскезу соблюдать, можно голоданием заниматься, можно зарядку делать, закаливаться, но вот верность сохранить это гораздо тяжелее, чем зарядка, закаливание, еще кому-нибудь морду набить. Это тоже аскеза, конечно, но это гораздо тяжелее верность соблюсти. И поэтому этот настрой, просто сам настрой на верность рождает у человека в следующие черты характера. Стабильность в соблюдении всех других обетов. То есть сам настрой на верность. Человек просто решил так жить. Он еще не стал верным. Он просто так решил жить. И у него уже все стабильно становится в жизни. Он может воплощать все остальные обеты. Это точно так же, как если, допустим, мы поливаем корень дерева, то все листья, ветки тоже питаются. Так и человек, который настраивается на верность, он питает все остальное в отношениях в своей жизни. Дальше. Второе. Само по себе этот настрой рождает желание прогрессировать, работать над собой. Появляется энтузиазм в работе над собой. Этот настрой так действует на сознание. Дальше. Возникает умиротворение в семье. Когда у человека такой настрой есть, постепенно мир воцаряется в семье. Все лучше и лучше отношений. Интересно знать, что так как женщина-обладательница семьи, считается, согласно ведомых, женщина обладает достоянием семьи, она пользуется счастьем семейной жизни и пользуется страданиями, когда семейная жизнь разрушается. Поэтому в руках у женщины ключ к верности в семье находится в руках у женщины. Пусковой механизм неверности заключается в том, что женщина начинает думать, что этот мужчина, который со мной живет, не самый лучший для меня вариант. Я, конечно, могу для него там жить нормально и заботиться о нем, о его детях, но я могла найти себе и получше. Когда она так думает все, это называется неверность в разуме, то есть неправильная концепция семейного счастья. Потому что никогда невозможно найти себе самого лучшего, потому что совершенных людей в природе не существует, у всех есть недостатки. Женская природа как бы в любви к мужчинам имеет тенденцию идеализировать того человека, с которым имеешь отношения, а потом разочаровываться в нем, потому что совершенства-то нет. Мы хотим совершенства, но его нет. И поэтому женщина часто думает, что она могла бы найти себе получше кого-то. Но с этими мыслями надо очень сильно бороться. Это является первым проявлением неверности. Неверность в разуме запускает механизм неверности. То есть у мужчины появляется свобода в мыслях. Вообще в целом, когда женщина считает, что этот человек для меня самый лучший, то ее разум приобретает свойства мужа. То есть у мужчин вообще по природе разум сильнее, крепче, чем у женщин. И женщина, которая подчиняет себя мужу, считает, что он самый лучший для меня вариант, она, ее разум пополняется разумом мужа. Она приобретает его возможности, своего мужа. И со другой стороны, мужчина приобретает состояние ума жены. То есть ее, вот это спокойствие, которое присуще женской природе, такое умиротворение, довольство собой. Оно переходит, мужчина успокаивается, ему легче становится. Даже немножко поправляется после женитьбы. Того, чтобы больше спокойствия в жизни стало, легче стало жить. Жена тоже испытывает умиротворение, потому что женщине очень трудно находиться в состоянии покоя, спокойствия, когда она одна. Потому что не хватает вот этой энергии разума, мужской надежности, как бы, веры, энергии веры, вот не хватает. Мужской, она имеет мужскую природу в данном случае. И женщина, как бы, получив ее, она успокаивается и легче становится жить. И так, когда верность соблюдена, вот этот обет верности звучит в сознании, в настроении, то приходит в мир в отношения, умиротворение. Становится легко общаться, легче. Даже если есть несовместимость какая-то. Дальше, другим признаком верности в семье является увеличение друзей, появляется больше хороших друзей в семье. Когда верности не хватает в семье, то все хорошие друзья не приходят, а плохие друзья начинают проявляться, просыпаться. То есть, это связано с тем, что хорошие друзья, они любят глубину отношений. Хорошие друзья означают глубокие отношения. И если отношения в семье не глубокие, их это не устраивает, и они перестают дружить или приходить. Им это неинтересно. Но, с другой стороны, поверхностные люди, которые поверхно относятся, они сразу начинают активизироваться. Больше их появляется. Дальше, верность в семье рождает увеличение средств к существованию. Фактически, возможность воздействовать жене на психику мужа безгранична в этом отношении. Ее верность, ее вера в своего мужа рождает у него удачу на работе. То есть, он начинает продвигаться там по службе, еще как-то ему легче становится жить. У него сильное уважение к нему возникает. Наоборот, неверность рождает неуважение по отношению к человеку. Дальше появляется защита от неожиданных каких-то проблем. Допустим, на горизонте появилась симпатичная девушка, допустим. Верность жены, она дает защиту, возможность удержать мужа возле себя. У него не хватает сил, как бы так начать думать, что ему кто-то еще другой нужен. Он удовлетворен тем, что есть. И стабильность в жизни в целом, то есть, стабильность появляется большая, нет перепадов каких-то, все хорошо идет. Вот такие привилегии верности в семейной жизни. Дальше, если верности нет, то сразу рушится возможность работать над собой. Человек, допустим, даже в мыслях хотя бы решил начать изменять близкому человеку. Это даже не обязательно решение, чтобы такое было. Мы сейчас с вами поговорим. Причины измены в мыслях, они бывают разными, не обязательно сознательные. Стабильности нет. Даже просто человек неправильно себя в мыслях или словах ведет, уже он не может быть стабильным психически, потому что нет поддержки. Самые глубокие отношения, это отношения с близкими людьми, так? Если в этих отношениях штиль, то все остальные отношения тоже будут нормальными. Понимаете? Потому что это основа, это самая глубокая вещь. Это как основание пирамиды. Все остальные отношения, они поверхностные. Основание пирамиды, это половина всей жизни человека. Это половина отношений находится в семье. Другая половина находится на работе, с друзьями. Это верхушка вот этой пирамиды. Если основание пирамиды стабильное, оно не трясется, его не штормит, верхушка куда денется? Она будет стоять так же. То есть это означает, что фактически наша семейная жизнь является основой успеха вообще всегда. Потому что там самые глубокие отношения и, соответственно, стабильность, сила во всем остальном тоже неминуемо будет присутствовать. Дальше, когда человек неверно себя ведет, у него теряется вкус к самосовершенствованию немедленно. У него пропадает не то, что стабильность, а у него просто интерес к этому пропадает. Ну, неинтересно. Пропадает интерес работать над собой, молитву читать, там, настрои какие-то, зарядку делать и так далее. Пропадает интерес. Если увеличивается интерес к противоположному полу, все остальные интересы сразу гаснут. Потому что этот интерес имеет очень большую энергию в себе. Плотность энергии наслаждения очень высока. Так же, как интерес к наркотикам, спиртному, имеет большую плотность психической энергии. Поэтому все остальные интересы гаснут сразу. Естественно, если человек ведет себя неправильно, неверно в семье, мира в семье в этой не будет. Постоянное напряжение, постоянно проблемы какие-то. Вот общее такое напряжение, накал отношений указывает на то, что есть неверность. Хотя бы в мыслях. Дальше, друзья, хорошие уменьшатся. Средства к существованию не будут сильно удовлетворять, возрастать. То есть, будет какой-то прокол. Чувство такое, что работа не защищена. Что на работе нет защиты. Там пусто, как бы. Нет силы, которая бы работу защитила. И человек становится, когда он ведет себя неправильно в семье, он становится как летучий голландец. То есть, у него нет стабильности. Он не знает, с кем будет дальше жить. У него нет понимания, что вот это его на всю жизнь. Там жена, там дети. Он не строит полных, как бы не углубляется в отношениях, не строит планов совместных, слишком больших. Итак, неверность бывает разных категорий. И мы сейчас с вами будем говорить, начнем с верности в разуме. Мы уже говорили об этом, что женщина должна считать мужа самым лучшим. Мужчина, верность в разуме мужа означает, что он дает себе обет, клятву, что он не бросит жену, что в этом заключается его верность, сила верности. Теперь вопрос. Вот смотрите, как бы про верность в разуме и про эту концепцию. Часто люди ставят такой очень важный аргумент по поводу этой верности. Он заключается в том, что, ну вот, допустим, половое счастье, как бы, это тоже счастье, и оно, и очень сильно нужно испытать его. Многие люди об этом постоянно думают. И они думают, вот если я своим близким человеком не испытал, я же, получается, тогда, ну, несчастный человек, который не получил своего в жизни. Ну, как можно так жить в таком состоянии и так далее. И сама эта идея, она очень мучительно сильна бывает в сознании. Человек не всегда может с ней справиться. И это само присутствие этой идеи указывает на то, что по семейным отношениям уже есть большая трещина. Семейная карма очень-очень плохая. Потому что человек не чувствует, какое счастье может прийти от углубления отношений. Он этого не может понять при влиянии такой кармы. Он чувствует, что надо углубляться в другую сторону немножко. Надо просто более бурные отношения какие-то иметь, чтобы сила в них была, страсть. Он хочет страсти, этот человек. Я вижу много перед глазами примеров. Мне иногда присылают фотографии. Там разорвалилась семья. Там парень просит, чтобы как у него с девушкой были отношения, она ушла к другому. Допустим, я смотрю эти фотографии и вижу, что девушка, которая ушла к другому, у нее нет совместимости по высоким центрам с этим человеком. Просто очень сильная совместимость по нижним центрам. И видно, что она просто решила понаслаждаться. Но с другой стороны, она смотрит, что парень, который у нее был до этого, ее муж, он к ней очень сильно привязан. И она так, как мне показалось, смекнула, что в принципе я вот гульну, потом вернуться в любой момент могу и никаких проблем. И не думайте, что это там у кого-то возникло. Это может у любого человека в голове возникнуть. Потому что мы имеем дело с очень сильными энергиями. Так, допустим, бывает, что люди смеются над тем, кто сходит с ума. Мы не понимаем, что это может грозить любому из нас. Потому что речь идет о сильных энергиях. Когда у человека плохой период наступает, ему очень трудно удержаться в равновесии психическом. Так бывает точно так же. И вот эта концепция, что мне надо испытать побольше счастья, чем я имею в половых отношениях, она является как огромной силой, которая вкрадывается в разум и разрушает верность, возможность иметь нормальные отношения. И у этих молодых людей, которые убежала жена, у них действительно есть гармония по высшим центрам. Но почему она от него убежала, спрашивается. Конечно, неверность, она всегда обоюдна. Не то, что только женщина изменяет, или только мужчина. Если говорить о верности в разуме в отношении мужчины, то следует понять, что это означает ответственность, очень серьезное поведение. Женщина должна чувствовать опору реальную, что противовес ее желанию, стремлению наслаждаться с кем-то другим должна быть реальная сила интеллекта мужчины, который находится рядом с ней. Поэтому первый признак верности в разуме у мужчины это желание заниматься самосовершенствованием. Это значит, что человек действительно дорожит семьей, отношениями и так далее. Для того, чтобы не попасться на крючок измены, человек не должен указывать на неверность близкого человека, особенно в разуме. Не должно быть. Вот у меня муж плохой, поэтому я ухожу. То есть не надо свою неверность, свое желание неверности оправдывать неверностью другого человека. Просто мы сейчас с вами говорим о тонких каких-то вещах, глубоких. Неверность в мыслях мы сейчас, как мысли строятся, разберем. Как проявляется немерность в мыслях у мужчин? Они часто задумываются о других женщинах, о том, чтобы заботиться о них, помогать, имея при этом жену. То есть они не понимают, что эта забота чрезмерная о других женщинах является признаком неверности в мыслях. Потому что природа этой заботы и вожделения. Почему тебе о бабушке не позаботиться какой-то полуголодной? Почему ты о молодых девушках хочешь заботиться? В чем заключается признак? Почему тебе о парнях не позаботиться, допустим? Почему-то именно о девушках молодых хочется. Очень беспокоит их судьба. Это означает вожделение. Тайное желание от человека неверности возникает в тайне от самого его. Дальше. Когда муж строит планы и не советуется с женой, самостоятельно очень ведет. Это признак неверности в мыслях. Как бы он сам может этого не понимать. Но как бы идея неверности, она существует в этом. Дальше. Он отвергает мысли, которые указывают на то, что надо позаботиться о своей жене. У нее какие-то проблемы, надо позаботиться о ней. Он не хочет заботиться. Он думает, что ему некогда там и так далее. Это признак неверности в мыслях. И также признак неверности в мыслях, признаком является считать, что брак с этой женщиной не будет долгим. И признаком этим является у мужчины, также является нежелание расписываться. Гражданский брак признаком неверности также является. Признак неверности для женщины является неоткрытие своих мыслей мужу. Если она как бы имеет свои какие-то идеи, взгляды, и в тикаря как бы все делает от мужа, это является признаком неверности. Она уже склонна к измене в мыслях. Дальше, когда муж делает замечание, и жена мысленно все время спорит, но может делать вид, что не спорит на самом деле. Это значит, что она неверна тоже в мыслях. Это признак неверности в мыслях. Дальше, она строит личные планы, не советуясь мужем. То есть у нее планы сами развиваются в голове, она сама решает, как, чего делать, где не советуется. Признак неверности. И считать своего мужа не самым лучшим вариантом, мы об этом уже говорили. Теперь я вам сейчас открою еще один признак неверности в разуме. Если женщины считают женские признаки неверности какими-то малозначительными, неважными по сравнению с мужскими признаками, и мужчины считают, что мужские признаки какие-то неважные по сравнению с женскими признаками неверности, это еще один признак неверности в мыслях. Так что вы как бы изучайте свои признаки неверности, и как бы с ними боритесь, а не обличайте близкого человека в том, что он недостаточно работает над собой. Зачем мы разобрали эти признаки неверности в мысли? Эти признаки, они рушат отношения в семье, создают беспокойство в семье, раздражительность, неудовлетворенность. То есть эти признаки, они не являются сознательными, это еще не сознательная неверность, это просто стиль жизни. Допустим, часто девушка может иметь дружка какого-то на работе, допустим, замужняя, она замужем, она может иметь дружка, но согласно ведическому знанию, между мужчиной и женщиной не бывает дружеских отношений. Бывают родительские отношения, бывают супружеские отношения, бывают подчиненного и руководителя отношений, но дружеских отношений не бывает. Вот хоть убей. Им кажется, что они как ля-ля, тру-ля-ля по дружбе общаются, но на самом деле это не дружба. Почему так хочется с молодыми парнями, девушкам говорить так много? Возвышенно, может быть, даже очень беседы такие могут возвышенный характер принимать. Почему не со старыми какими-то мужиками возвышенно не поговорить? Или со всем молодым каким-нибудь пацаном возвышенно не почему? Вот именно своего возраста надо, чтобы было. Так действует вожделение сердца. Женщина не понимает часто, она не понимает, что так действует вожделение. Ей кажется, что очень хороший человек, умный такой, все прочее. Как бы женщине трудно, вот у мужчины вожделение часто действует просто чисто животное. Там понравилось, там и так далее. А у женщины часто оно так не работает, а все наоборот. Ей кажется, вот хороший человек, привлекательный, интересный, надо познакомиться и так далее. Так действует вожделение. У мужчин действует оно более грубо так. Но мужчина тоже дружится на работе с женщинами. Просто обсудить, посоветовать что-то в жизни. Вот так начинается измена в уме. Такая женщина немедленно начинает чувствовать, что подружившись с кем-то, что она начинает чувствовать, что подружилась не зря. Потому что с мужем как-то так вот трудно стало решать вопрос. И она как бы переворачивает, но идея была прям противоположной. Сначала как бы появились новые отношения с кем-то, а потом с мужем начали портиться. Они как-то по-другому. Понимаете? Цепочка именно такая. И наоборот, когда отношения на работе со всеми заканчиваются, тогда с мужем восстанавливаются отношения. Разные виды неверности, они рождают разной глубины карму. Неверность в мыслях это легкая карма. Она быстро преодолевается. То есть, если там с кем-то была какие-то ля-ля-тру-ля-ля просто, на этом все заканчивалось, то нужно просто это закончить и сказать себе, что это больше не будет. Во-первых, в коллективе уважения больше будет, потому что когда начинаются такие отношения в коллективе, к этим людям сразу создается всеобщая неприязнь. Причем эта неприязнь не будет выражена открыто вслух. Поэтому нужно стараться в коллективе ни в коем случае не строить такие отношения противоположных полов. Это очень важно. Потому что это мешает даже в жизни, в коллективе, нормальным отношениям в коллективе. Не то, что уж в отношениях в семье, которые имеют более хрупкую и глубокую природу. Итак, неверность в мыслях рождает раздоры, недоразумения, ссоры, ругань и так далее. Вот эти все мелочи. Дальше неверность в проявлении своих чувств. Неверность в разуме является корнем, мы говорили с вами. Неверность в уме – это следствие, и неверность в чувств – это уже еще более такое углубленное приближение к этой идее неверности в целом. Для мужчины неверность в чувствах проявляется в том, что он понапрасну гневается, злится очень часто. Дальше второй признак – он постоянно ворчит и делает ненужные замечания, без которых можно было бы и обойтись. Как бы в принципе мужчине свойственно иногда гневаться. Но если он постоянно гневается, значит есть уже проблемы с верностью, потому что он не удовлетворен в отношениях с женой. Если он ворчит постоянно – тоже признак неверности. Если он подсмеивается над женой в присутствии детей и знакомых, это явный признак неверности в чувствах. Мы описываем неверность в чувствах сейчас. И также желание эмоционально задавить свою жену у мужчины является проявлением неверности в чувствах. Неверность в чувствах означает, что чувства уже привязаны к какому-то объекту или склонны привязываться. То есть есть такая склонность. Иногда как бы чувства привязываются ко всем понемножку, иногда углубляются в одни отношения. Вот это тот уровень, когда вот так чувства неустойчивую природу имеют. Теперь для женщины читаем признак неверности в чувствах. Первый признак – постоянно считать мужа причиной своей неудовлетворенности. Ну вот не может вот так в себя вести, чтобы мне хорошо было. Все время плохо себя ведет. Неверность в чувствах – первый признак. Понапрасну обижаться на своего мужа без особо веской причины, обиженной ходить, губы надувать. Следующий признак – не быть счастливой в присутствии мужа и делать всегда недовольный вид. Это признак неверности в чувствах. Сильно эмоционально реагировать на мужа, фыркать в присутствии компании или детей – тоже признак неверности в чувствах. И проявлять свои эмоции, понимая, что это дает возможность повлиять на мнение мужа. То есть истерики катаются, возможно. Тоже признак неверности в чувствах. А мы говорили о кокосле, слезы бывают разными. Мы говорили о том, что слезы должны быть направлены на себя, что женщина плачет, забежаясь на себя, она не обижается на мужа. Если ее слезы начинают на мужа бросаться, она с этими следами, и еще признаки ненависти в поведении проявляет. Это указывает на неверность в чувствах. Неверность в чувствах является более глубокой, более тяжелой кармой, но она также преодолима. Эту неверность не следует считать основой для того, чтобы как-то рушить семью и так далее. Эта неверность возникает вследствие незнания, отсутствия знания, как правильно себя вести. То же самое можно сказать и про неверность в поведении, хотя она является уже прямым основанием к тому, чтобы начать, семья может начать разрушаться уже от этого вида неверности. То есть пусковой механизм для разрушения уже запускается. Но тем не менее, этот тип неверности также не следует считать слишком глубоким, потому что он не основан еще на прямом желании измены. То есть это просто как собака в одну сторону побежала, потом рядом другая пробегала, туда побежала. Это вот так ум тоже человека ведет себя. Он не может, как бы его привлекают разные объекты, тем более от них, если исходит психическая энергия сильная, сразу немедленно переключается в сознание. Итак, неверность в поведении для мужа. Рассматривать молодых девушек, кокетченитесь с ними. Первый признак неверности в поведении. Обсуждать свою жену за глаза в компании друзей. Второй признак. Дальше конкретно строить личные отношения с девушками на работе и заводить с ними дружбу. Дарить подарки чужим женам или незамужним девушкам. Личные, так сказать, от меня. Общаться с девушками очень ласковым голосом. На работе вроде отношений с кем не строим, но очень ласково так. Крачевым таким, ласковым очень, заботливым голосом. Говорим, здравствуйте, как у вас дела? Вот так вот. Означает неверность в поведении. Первый признак неверности в поведении у женщин. Привлекающая взгляд мужчин походка. Одной ногой пишем, другой зачеркиваем. Особенно без мужа. Как с мужем нормально идем, но как только без мужа, сразу походка пошла. Это означает неверность в поведении. Дальше следующий признак. Стрельба глазами. Это упражнение. Влево, вверх, на объект. Как там учили. Стрельба глазами. Вот это для женщины неверность в поведении. Соответственно, дружба с мужчинами на работе. Естественно. Обсуждение своего мужа с близкими друзьями или у психолога. Неверность в поведении. Особенно у сексопатолога. Ему очень интересно послушать, как там у них не получается. Он при этом думает, что у него бы с ней лучше получилось. Это означает то, что есть на самом деле. То, что за кадром находится. Это признак явной измены, как бы, когда женщина начинает свои тайные отношения с мужем рассказывать, думая, что они от этого исправятся. На самом деле они от этого становятся еще более проблематичными, потому что тайных отношений уже нет. Они становятся явными. И указывать на недостатки мужа с друзьями. И в этом заключается признак неверности. Признакам, как бы, неверности в разуме и в уме является еще признаком, еще также неверность в отдаче своей психической энергии. И так для мужчины, допустим, не прилагать усилий для решения семейных трудностей. Нет желания прилагать усилия. Гвоздь тяжело вбить в стенки. Признак того, что мужчина не хочет пожертвовать свою психическую энергию семье. У него есть проявление желания быть неверным внутри себя. Дальше. Не обращать внимания на просьбы своей жены о помощи тоже является признаком неверности мужской. Энергетической энергией, как бы. И не обращать внимания на ошибки в работе над собой своей жены. Когда она, как бы, ошибается явно и, как бы, нет замечаний там и так далее. Для жены неверность такая, поведение в психической энергии, отдача психической энергии является неохотой выполнять распоряжение мужа. То есть, если самой что-то захотел сделать с большой любовью, энтузиазмом, если муж что-то сказал, сразу так. Тяжело. Признак неверности. Наоборот, признак верности, когда жена слышит, что там муж сказал, делать надо. Она с удовольствием, ей очень нравится, хочется это сделать. Признак верности, значит. В целом неохотой выполнять свои домашние дела означает также признаком вот такого типа неверности. И с неохотой работать над собой, делать зарядку там и так далее тоже. Да, в целом рушится воля, волевой настрой человека. Есть шесть степеней, восемь степеней, описано в ведах, восемь степеней углубления супружеской измены. Они все скрывают один за другим пласты различной кармы. То есть фактически близкие люди могут прожить друг с другом и у них тяжелая карма, она будет отрабатываться так же, как айсберг тает под солнцем. Очень медленно, незаметно. И проблем больших каких-то нет от этого. Но как только начинаются различные виды измены, они что делают? Они начинают срезать пласты вот эти верхушки айсберга. И потом дальше, когда определенный пласт еще срезается, то этому айсбергу придется перевернуться. То есть это значит, что семья не может сохраниться. То есть происходит переворачивание отношений. И думать, допустим, думать о чужих женщинах и мужчинах, просто думать о них, что вот этот мне нравится человек. Это является первым этапом разрушения счастливой семейной жизни. На этом этапе, как мы уже говорили, появляются недовлетворенность, раздоры и какие-то проблемы в общении. Дальше. Второй этап неверности развития. Это в присутствии женщин, чужих, не жены, говорить о сексе в целом различные, объяснять камасутру, допустим, там, как бы учить всех правилам вот этого всего искусства. Это является как бы проявлением желания заниматься сексом в данном случае. Это то, что женщин касается, то и мужчин. Этот второй этап характеризуется тем, что в отношениях между мужем и женой появляется наглость, то есть беспардонное выражение своих чувств и неприкрытая злость. Вот это вот так второй этап рождает. Отношение к пласт кармы более тяжелой вскрывается, и она начинает очень быстро отрабатываться. То есть неверность семейной жизни ускоряет отработку семейной кармы, и она становится настолько тяжелой, невыносимой в конце концов, что они не могут друг с другом рядом жить. Они думают, как я раньше жил или жила с этим человеком. Это невозможно просто. Понимаете, это последний этап, когда карма сильно наваливается. Дальше. Третий этап – это флиртовать. То есть, ну, как бы уже заигрывать фактически с противоположным полом. Это значит вместе что-то делать, так сказать, и ля-ля-тру-ля-ля. Дальше. На этом этапе реально начинает рушиться уважение. То есть, вот мы говорили о верности и уважении, и следующая будет лекция об уважении. Уважение в семье начинает рушиться на этом этапе. Вот сама верность основывается на глубоком уважении друг к другу. И когда третий этап наступает, и начинает человек заигрывать, уже нацельно заигрывать с какими-то другими там женщинами или мужчинами, то в этом случае происходит такой феномен. Глубокое уважение начинает таять. Уважение становится все более и более поверхностным. Это незаметно происходит. И в соответствии с тем степенью снижения уважения появляется уже такое чувство, что долго вместе не проживем. Вот это чувство тоже на этом этапе развивается. Дальше, следующий этап, это концентрация на конкретной, медитация на объект. То есть, концентрация на конкретном личности и постоянной мысли о нем. Это следующий, уже серьезный, важный этап измены. На этом этапе происходит отчуждение отношений. Они становятся, то есть, вот так вот люди как бы разъезжаются по разным углам, и им нет друг для друга никакого дела. Фактически, этот этап затиши перед бурей, то есть, он становится таким этапом, что они углубляются в работу, каждый своими делами занимается, не сильно обращают друг на друга внимание. Просто терпят друг друга какое-то время. И если все зависит от личности, от его периода в жизни, если оба супруга так настроены, то, естественно, соответственно, они оба так живут в таком состоянии. Иногда один следует за другим, а иногда один сопротивляется другому. Чем больше человек сопротивляется неверности, тем быстрее он отрабатывает плохую карму. Вот, допустим, если один человек старается думать хорошо о близком человеке, а другой тот в это время ему пытается изменять. То тот, который старается думать хорошо, он быстро отрабатывает плохую карму, а тот, кто старается изменять, он ее накапливает, копит. И в момент измены человек, который остался один, которому мы изменили, он отрабатывает плохую карму полностью, всю свою. А тот, который изменил, он становится как бы инициатором новой плохой кармы. Он себе эту карму только создает, новую плохую карму. Таким образом, если они расходятся, тот человек, который не изменял, он уходит, допустим. Он может нормально жениться, выйти замуж дальше, то есть у него как бы есть шанс. Тот, который изменил, он обречен, то есть у него будут проблемы потом, ухудшения. Причем он обречен настолько, что сначала ему будет казаться, что отношения идеальны с тем, с кем он имеет отношения. Потом эти отношения, когда моклов меч, будут рушить все в жизни. То есть это очень важно как бы знать, что кто первый изменил, кто фактически разрушил семью. Это очень важно, что этому человеку будет тяжелее. Но на самом деле, если близкий родственник способен сохранить семью, даже в том случае, если ему изменили, то он поступает еще правильнее, согласно того, в какую ситуацию мы попали. Если бы это была ведическая культура, и все отношения там регулировались с помощью родственных связей и так далее, человек не мог просто изменять, просто нереально. Он бы был вышвырнут из общества просто. Он бы стал, внизу общества просто находился. Поэтому у нас как бы такой защиты нет в семье. Поэтому естественно, что надо дать человеку шанс близкому человеку исправиться. Поэтому нужно верность сохранять, и верностью можно излечить неверность. И человек, который изменил, он потом будет раскаиваться сильно и будет вести себя более преданно. Однозначно следует знать, что измена означает, что ты сам кому-то изменял в прошлых жизнях, если в этой ты не изменял. То это означает то же самое. То есть не надо думать, что если ты изменили, значит ты не паинька такой, ни в чем не виновата. Это тоже неправильно так думать. Тем более, что измена рождает измену. Все начинается с измены в разуме, и потом дальше идет цепочка. Допустим, если жена изменила мужу в разуме, и она считает, что может быть лучший вариант, то муж, если активно занимается самосовершенствованием, жена ему в уме уже не может изменить. Потому что держит его сила веры, сила верности. Его держит свою жену. Она будет уважать его, ценить очень сильно за это. Дальше, если муж, допустим, не занимается самосовершенствованием, но жена считает, что у него хороший муж, то дальше измена в мыслях уже у него не произойдет, потому что она его держит. Она не дает ему изменять своим психическим состоянием. Таким образом, когда один из супругов рушит свои рубежи, а верность другого была тоже не сильной, потом ему тоже приходится рушить свои рубежи, рано или поздно. Мы же видим, что даже если рубежи совсем не рушатся, вроде бы, но один держится на плаву, а другой совсем дошел до ручки, то результатом становится ведь все равно то, что они оба уходят друг от друга и изменяют друг другу. Понимаете, здесь идея, в чем заключается, что никогда не бывают измены только с одной стороны. Но достаточно до уровня чувств, то есть если человек изменяет близкому на уровне чувств, то есть он неправильно себя с противоположным полом ведет, он думает о чужих женщинах, этого достаточно уже, или о чужих мужчинах, этого уже достаточно уровня, вот этого уровня уже достаточно, чтобы близкий человек изменил полностью. То есть это уже процесс неуправляемый наступает. Итак, мы остановились на мыслях. Четвертый уровень измены. Пятый уровень – это разговаривать с объектом своего внимания наедине, то есть говорить о взаимной любви. На этом уровне человек уже твердо принимает решение разорвать своими близкими. То есть для него уже нет детей, для него нет жены или мужа, для него есть только своя личная жизнь. То есть этот человек фактически придает отношения полностью уже на этом уровне. Для него этих отношений не существует. В отношениях немедленно устанавливается холод. Они просто чувствуют холод друг от друга. Как будто чужие люди совершенно, они стали чужими. Словно чужими стали друг другу. Между нами села белая вьюг. Этот уровень отношений. Дальше. Следующий шестой уровень – это принятие решения вступить в интимные отношения. Этот уровень означает, что даже здравомыслящий, близкий человек, который пытается сохранять верность, он может неожиданно для себя впасть в очень необычное поведение. То есть он может вести себя совершенно неадекватно, то есть очень грубо относиться с тем человеком, который принял такое решение. Отношения для него с ним становятся беспредельными, то есть нет там совести, закона в этих отношениях, теряется полностью. Самое ужасное заключается в том, что когда человек принимает такое решение, его судьба становится неуправляемой. То есть она – это как лодка, которая в шторм полетела. Может быть, его занесет вправо, и он потеряет работу свою, отношения с друзьями. Может быть, занесет влево, и он потеряет нормальную семейную жизнь. То есть такой человек, который принял решение изменить жене, мужу, он уходит в открытое море в своей судьбе. То есть его дальше непредсказуемая жизнь совершенно. Куда его понесет – непонятно. Как бы вы можете считать, что я приукрашиваю все, но почему так много людей, семей разваливается из-за того, что были какие-то эти встречи, знакомства? Вы же видите реально, что рушатся семьи, очень много семей. Должны быть какие-то основания. По идее, семья – это такая очень крепкая структура. Природа создала так, что семейные отношения настолько близки и крепки, что женщина должна прощать все мужу, все его недостатки фактически, настолько сильные связи. Также мужчина жене тоже все должен прощать, потому что связи очень крепки. Невозможно не прощать, потому что такова привязанность, такая сила, огромная сила привязанности. Почему же семья рушится, несмотря на такую привязанность? Потому что может быть привязанность еще сильнее. И таких привязанностей всего может быть три. Первое – это пусковой механизм для всех других привязанностей. Это другая женщина или другой мужчина, то есть супружеская неверность. Вторая сила – это спиртное, и третья сила – это наркотики. Все, больше нет силы, которая бы разрушила семью, по идее. Не существует. И супружеская неверность является самым пусковым механизмом. Она является основой для того, чтобы пошло все остальное, заработало. Дальше, седьмой уровень неверности характеризуется тем, что человек предпринимает усилия, очень сильные усилия ради секса своим объектом наслаждения. Следует знать, что прямо до этого уровня венчание или религиозный брак, когда люди клянутся Богу в супружеской верности, фактически даже до этого уровня, по судьбе, если человеку положено в такое зайти состояние, Бог его защитит. То есть, если он сильного решения не принимал, а просто его закрутила жизнь, то ему Бог не даст этих, он предпринимать усилия будет, но у него ничего не получится. Отношения не возникнут более близкие. Потому что это означает, что венчание было, то есть, очень большая психическая защита. Венчание, то есть, с верой, когда произведено, и клятва Богу, как бы, высшим силам дана. Это венчание, кстати, оно проходит несколькими этапами. Сначала это как ритуал происходит. Потом человек, вспоминая венчание, как бы, вспоминает свои обязательства, обеты. Он постоянно думает об этом, и они углубляются в его сердце. То есть, он принимает этот ритуал в сердце. Это как бы второй этап. Понимаете? И третий этап, это уже защита, которая приходит с этим. Если он ритуал этот принял в сердце, и он понял, что раз он так сказал, он так будет жить дальше, то в тот момент, когда плохая карма навалится на него, и наступит вот этот вот ужасный момент, когда он будет уже пытаться усилия совершать для сближения своим объектом, то в этот момент высшие силы его защитят. То есть, ему будет даваться шанс. Но если он будет ломать эти высшие силы, эти оборону, все это ломать, говорит, я хочу, мне наплевать. Вот такое состояние, если у него будет, значит, в этом случае, извини, дорогой, хочешь, получи. Их взгляды встретились, и, конечно же, сразу полюбили друг друга, и со всеми вытекающими последствиями. Вот и сказки конец, а кто слушал, молодец. То есть, мы видим, сказка заканчивается всегда на самом интересном месте. Но ведическое писание – это не сказка, поэтому здесь сказки не конец. Восьмой этап – это измена супружеская. Дальше идут, соответственно, последствия. Они заключаются в том, что запускается самая тяжелая карма, беспредельная. Вот смотрите, то же самое можно проследить развитие военных действий. Вот давайте сейчас восемь этих этапов, как война наступает. Хотите, сейчас опишем. И вы увидите, что это на самом деле очень сильно похоже. Если нация начинает считать себя выше других, появляется какой-то вкус к этому. Это первый этап. Дальше появляется идеология, второй этап, которая объясняет свое превосходство, национальное превосходство. Дальше третий этап – это угроза другим странам. Четвертый этап – это нацеленность на какую-то страну, что там у ней будут проблемы какие-то с ней, там начинает выяснять отношения. Дальше обдумывать, следующий этап – обдумывать, как можно победить эту страну, план. Дальше пятый этап – это союзников искать по отношению к этой стране. Шестой этап – это принятие решения о военных действиях, предпринимать усилия, седьмой этап и объявление войны. Почему я сравнил эти две вещи? Потому что мы знаем, что война – это беспредельная карма. Реально гибнут сотни людей. То есть нет никакого предела в этом. То есть мы не можем себе быть гарантированы, когда идет война, что мы будем живы, даже если мы не находимся в поле боевых действий. Понимаете? То есть это абсолютно беспредельное. Вступление в законы беспредельной кармы. Вот если надо мне за одну секунду отработать карму, допустим, всей моей будущей жизни, меня просто переезжут вот так на десять частей. Понимаете? То есть так действует война. Вот эта вот измена – это тоже вступление в силу боевых действий. Они сначала вступают в силу на тонком плане, появляется такая, идет война народная, вот это вот состояние в семье такое наступает. Идет война народная, священная война. Такое военное положение является в семье. То есть все ходят такие, как бы настороженные, такие, что-то тяжело. И на этом этапе, когда человек изменяет, он начинает вести себя как сверхлюбящий супруг или супруга. То есть на этом этапе человек начинает выполнять лучше свои обязанности, он заботится очень, и вдруг вспоминает, что есть как бы близкий человек. Это на том этапе, когда измена уже произошла. Вдруг резко переключается внимание на близкого человека. Но близкого человека это особо не радует, потому что он видит, что то, что тот делает, на самом деле происходит несколько иначе, чем было раньше. То есть есть реальный холод в отношениях, реально сквозит реальный холод, что-то такое внешнее просто. И осторожность от этого тревога начинает возрастать очень сильно. Дальше она сменяется на ревность, нервозность и так далее. И начинает разрушаться отношения реально. Что уж говорить, если, допустим, измена является не просто каким-то случайным шагом в жизни человека, когда у него каждый выходной, у него по плану как бы новый кандидат. Надо так сказать, жить по большому счету активно жить, чтобы жизнь была должна быть активной. Это уже означает большие проблемы. Очень большие проблемы. Какое может быть семейное счастье в этом случае? Мы знаем, что создаются в соответствии с современными взглядами на жизнь, создаются новые теории о том, как должна существовать семья. Часто они воплощаются где-то на Западе или в Америке в том виде, что, допустим, муж с женой живут вместе, но иногда жена приводит к себе мужчину, иногда муж к себе женщину приводит. И они как-то живут, как бы очень уважая друг друга. Уважение такое сохраняется, верность даже сохраняется. Как бы ты имеешь право на свою американскую такую независимую жизнь. Ты имеешь право на свою. Очень хорошие такие отношения. Иногда муж спит и слышит, как там что-то происходит в соседней комнате, очень активно. Иногда жена спит и слышит, что в соседней комнате происходит. И в это время, так как семейные отношения имеют эгоистическую природу, в это время у них рождается внутри такая идея, что на самом деле это ужасно. Все это просто ужасно. Они начинают чувствовать реально, как ужасна эта жизнь. То есть реально появляется чувство такой абсолютной опустошенности. Но внешне надо вести себя хорошо, потому что иначе тебя лишит твоего законного права, правильно? Вот, любви, любить. Но так как опустошенность у них возникла в отношениях уже, то дальше они будут делать что-то подлое друг другу. Поэтому мы видим, что бывает так, что в таких странах жена отнимает имущество все мужа, засуживает его на что-то там, или муж делает то же самое с женой. Вот такие жестокости в семейных отношениях, когда муж сажает жену в тюрьму, или жена мужа в тюрьму сажает. Они не сильно проявлены в тех странах, где не сильно как бы секшуал революшен еще вступил в силу. Но там, где он вступил в силу очень сильно, реально родственники становятся врагами друг друга. Потому что они попирают друг у друга вот это вот чувство счастья. Итак, акцент своей лекции я хочу поставить на преодоление измены и как бы несколько концепций выдвинуть, с помощью которых мы должны улучшить свою жизнь. Первая концепция заключается в том, мы не должны обвинять своих близких людей в измене в уме, там, поведением и так далее, потому что это является признаком воспитания современного. То есть это то, с чем мы встретились друг с другом, мы так воспитаны в таком обществе. Мы не можем требовать от человека знания высшей математики, если у него образование начальных классов только. Поэтому мы не можем от близких людей нравственное образование требовать, знания нравственных законов, если этого знания нет, если воспитание было безнравственным. Первое правило. Означает, что эти правила, эти нравственности в семье надо развивать. И развитие идет только на своем примере. Человек сам должен быть полностью верным. Тогда у него есть шанс, что все остальные начнут верно относиться к нему и уважать его. Если вы хотите проверить, просто проэкспериментировать, есть ли это более глубокое семейное счастье, или его нет совсем, вам надо начать признаться себе, что я хочу быть верным близкому человеку. И этот эксперимент начать с того, чтобы контролировать свои мысли, не пускать себя думать о других и так далее. Это первое правило, которое нужно сделать себе. Надо также перестать смотреть порнографические фильмы, которые указывают на неверность мыслях тоже. Я сейчас, по-моему, в интернетах уже начали, что-то происходит в этом плане. Тоже не самый лучший вариант быть верным. Когда человек действует таким образом, то он рождает сильное уважение к себе со стороны близких людей. То есть у него есть несколько этапов. Первый этап – человек считает себя хуже, чем близкий человек. Ему кажется, что он что-то должен, потому что близкий человек очень хороший у него. Второй этап – твердая верность рождает. Следующий этап – это желание как бы подражать этому человеку близкому, то есть вести себя так же. И третий этап – это прорыв такого желания действовать таким же образом. Фактически на третьем этапе происходит открытие вот этого более высокого вкуса к семейному счастью, который так всем нужен для того, чтобы не изменять этот вкус должен быть. Иногда можно услышать такие слова, что человек говорит, что я прожил с этим человеком свою жизнь и чувствую, что я был… Мне очень повезло, что это необычный союз и так далее. Они такими же, как все остальные люди. Нет разницы между ними и другими людьми. Просто единственная разница, что между ними была верность. Верность означает настоящая любовь, которая будет сниться всегда, потому что это и есть та сила отношений, которая нужна всем. Очень трудно такой силы отношений добиться в дружеских отношениях. Она возможна так. Там тоже есть верность, измена в дружеских отношениях. Но дружба между мужчиной и женщиной, она возникает спонтанно и углубляется очень сильно. Поэтому в ней проявляется вот именно эта верность, как очень сильное счастье, проявляется признаком верности, является вот это вот сильное счастье. Люди дорожат очень сильно друг другу. Так копится, когда верность в отношениях, она вот это вот рожает такой плод. Люди дорожат друг другу очень сильно. И в соответствии с этим надо понять правило, как преодолевать измену в мыслях, в чувствах, в поведении. Это правило заключается в обете верности, то есть человек должен работать над собой, должен очень твердым быть внутри себя. Эта твердость внутренняя рождает два типа отношений к близкому человеку. Первый тип отношения – пренебрежение, брезгливость, ненависть, злость. Указывает на то, что человек вроде бы хочет быть верным, но его мотивы неправильные. Он просто делает верный вид, вроде бы верно себя ведет, но его верность – это попытка доказать, что я лучше, что-то такое. То есть это неправильный тип верности, это просто игра в верность. Настоящая верность заключается в том, что человек, ведя себя верно, он позволяет близкому человеку иметь недостатки. Но при этом не позволяет себе признать, что такие отношения являются лучшими. Он просто как бы знает, что близкий человек имеет недостатки, но он считает, что они должны быть исправлены. Это не значит, что он ненавидит близкого человека, злится на него за недостатки. Просто у него есть твердое желание, чтобы это преодолеть, это должно быть исправлено все. Недостатков не должно быть. И также он относится к своим недостаткам точно так же. Возжи не отпускаются. Иногда человек настолько привязан к близкому человеку, что он отпускает в вожжи его самоконтроля. Человек начинает наглеять. Мы не говорим именно о такой верности. Привязанность не означает верность. Верность означает верность в выполнении своих обязанностей. Иногда женщина видит, что ее муж очень такой имеет, столько преимуществ. И как бы он может очень много счастья принести. И она сильно привязывается к тому, чтобы он ей счастье приносил. Это не является признаком верности. Женщина должна привязываться к тому, чтобы выполнять свой долг, свои обязанности перед ним. Внутренний, внешний и так далее. Также мужчина иногда, он думает иногда, что можно воспользоваться очень такая симпатичная особо моя жена. И он хочет наслаждаться с помощью нее. Но это не является признаком, и поэтому он ведь сильно верен ей. Это не является признаком истинной верности. Она портит отношения. Женщина, если видит такое отношение к себе, она начинает вести себя наоборот неверно. Она пренебрегает начинать пренебрегать близким человеком. Точно так же, когда женщина хочет наслаждаться мужем, и она унижается, думая, что это и есть верность настоящая, он тоже начинает ей пренебрегать. Это является неправильным пониманием верности. Правильное понимание верности – это желание помочь человеку быть счастливым, близкому. Служение ему, как бы, забота о нем реальная. Верная жена всегда считает себя ниже мужа. Она как бы дает мужчине право на то, что он глава семьи. Верный мужчина считает свою жену самой уважаемой. То есть он считает, она лучше, но просто она такое положение занимает, потому что она как женщина себя хочет вести. Но он считает, что она лучше его на самом деле. Он больше уважает, чем себя и свою жену. Это признак настоящей верности в разуме. Итак, преодоление измены. Сама по себе измена возникает в результате плохой кармы, которую человек заработал в прошлом. Существуют силы, которые увеличивают желание изменить. Они истекают от того человека, по отношению к которому произошла измена. Если, допустим, у меня плохой период, допустим, у кого-то плохой период, да? Из этого человека начинает истекать сила определенная, которая вызывает увеличение неудовлетворенности по отношению к нему близкого человека. Так действует карма. Он ничего не может с собой сделать. Он видит, что близкий человек все больше и больше им недоволен. Хотя причину недовольства он не видит, не понимает. В результате этот близкий человек, потом ему деваться некуда, ему хочется изменять. И он раз уходит, начинает изменять. Если реальное желание поддерживать верность в семье не существует, то так это происходит. Кто виноват в этом случае? Внешне тот, кто изменил. Внутренне как бы сила, исходящая от того, кому изменили. Потому что реально, если такой силы не будет, зачем, если у тебя есть мед, зачем идти к конфетке? Семейные отношения чистые и честные, это мед. Мед, они никогда не будут хуже, чем что-то поверхностное там внешнее. Поэтому, если у человека есть мед, у него есть глубокие отношения. Он будет дорожить ими, относиться к ним серьезно. И если плохая карма наступает в этом случае, мед заканчивается. Нет удовлетворенности в отношении. И она может толкать близкого человека на измену. Но если люди работают над собой, то эта плохая карма будет преодолеваться с помощью вот этой силы верности. В этом заключается подвиг в семейной жизни. Когда плохая карма преодолена таким образом, супруги становятся настолько психически сильными в отношениях друг с другом, что они могут помогать всем вокруг. Они становятся реально оплотом для общества. Реальным оплотом. И дети их тоже растут очень разумными в этом случае. Измена имеет шоковое действие. Оно вызывает сильное разочарование в совместной жизни. И очень важно знать, что в этот этап человек, который разочарован в другом человеке, он должен интенсивно начать заниматься духовной практикой. Он не должен углубляться в отношения с этим человеком. Он должен их отпустить. И в это время он должен интенсивно заниматься духовной практикой. Что он должен думать о Боге. Потому что Бог в таких ситуациях тяжел, только Бог является защитой. Реально углубившись в отношения с Богом, он чувствует, что плохая карма отступила. Ему беспредел этот отошел. Ему стало легче жить. Должен в своих прошлых грехах в это время раскаяться. Он не должен выяснять отношения и не должен рубить с плеча это время. Если ему захотелось рубануть, значит, это его карма продолжает работать сильно. Ее надо преодолеть. Надо уйти от решения в это время. И дать человеку самому, который изменяет возможность принять это решение. Выбрать дальше, как жить. То есть надо в это время к нему хорошо относиться, выполнять обязанности свои. Настараться искать счастье в Боге. Дальше что происходит? Или он углубляет отношения с тем, с кем изменяет, и таким образом сам рушит семью. Или он раскаивается. В обоих случаях человек, которому изменили, он отрабатывает свою карму. Все. Очень простой выход. Чем больше углубление в отношения идет, когда, допустим, измена произошла, малейшая попытка выяснить отношения приводит к усугублению плохой кармы. Усугубление означает, что человек, которому изменили, копит в душе ненависть к тому, кто изменил. И тем самым эту ненависть куда-то надо направить. Ненависть это сила, которая требует приложения. Поэтому человек даже из мести хочет сам изменить. Может быть, он уже почти отработал плохую карму, но ему придется новую получить из-за того, что он неправильно себя вел. Когда человек изменил, с ним нечего выяснять. Потому что он находится под влиянием огромной силы, которая невозможно отвратить. То есть человек фактически как бы находится под ее полной иллюзией этой силы. У него по-другому восприятие мира настроено. Он по-другому относится к жизни теперь. И он совершенно меняется. Другой человек уже фактически. Он совсем по-другому живет уже. У него другая жизнь. И в это время ему надо дать очухаться, чтобы он отрезвел немножко. И дальше уже он сам выберет, что ему делать. Это очень важно. Часше всего у человека, по отношению к которому произошла измена, возникает сильный надлом психический. Который приводит к тому, что человек не хочет уже вообще желаний какие-то. У него нет желаний дальше усилия прилагать по преодолению трудностей совместной жизни. И опять единственный выход – это духовная практика, которая не копит ненависть, дает возможность человеку, орошает холодом глубины духовных отношений. Они охлаждают чувства материального человека. Дают ему возможность почувствовать какое-то более возвышенное счастье. И фактически, если говорить по большому счету, то такая непреодолимая карма, как измены, она и появляется, возникает только для того у человека в сознании, чтобы он понял, что духовная жизнь – это большее счастье, чем материальное. Чтобы у него хотя бы временно мозги переключились на духовное, чтобы он подумал о Боге в трудный момент жизни. Тогда он реально отрабатывает эту карму плохую. Что происходит дальше? Дальше, человек, который изменил, если человек остается верным и как бы не портит отношения, одновременно не унижается, нельзя унижаться в этом случае. Говорит, вернись ко мне, дорогой там, дорогая. Унижаться не надо, надо относиться хорошо, продолжать стараться изо всех сил. И дать человеку возможность понять, что он неправ. А эта возможность придет, когда он чуть-чуть остынет, когда все утрясется. И как бы он реально почувствует, что кто оказался в самом худшем положении. Тот, кто между двух одней, естественно. И у него разрывание начнется. И если близкий человек ведет себя идеально, то появляется чувство того, что у тебя нет сил действовать плохо. Он, во-первых, начнет ценить близкого человека, у него появится идея вернуться назад, надежда какая-то. И если человек недействительно, которому изменили, не серьезен, не силен внутри себя, он не сможет выдержать следующего испытания, которое наваливается. Тот человек, который изменил, он начинает вести себя прямо противоположно. Он раскаиваться может начать, вести себя так, как будто он ошибся. На самом деле, в это время запускается новая карма тяжелая. Когда человек раскаялся, то проблемы переходят на того, кому изменили. И он начинает ненавидеть этого человека, раскаившегося. И реально начинает злиться на него. То есть, раньше он боялся ненавидеть, а теперь он видит, что отношения сохранены. И он начинает с ненавистью к нему относиться очень жестоко. Если же человек раскаялся сам, тоже думал о Боге в это время, он не усугубил свою плохую карму ненавистью, злостью, то в этом случае он не будет воспользоваться этой ситуацией, что близкий человек совсем уже плохой, стал уже совсем такой, как тряпка, и даст ему возможность выкарабкаться из этой ситуации. Но реально после измены на восстановление отношений требуется несколько лет. Где-то после трех лет начинает на прежний уровень отношений входить. Вот такова любовь и все вытекающие из нее последствия. Следует знать, что неверность близкому человеку запускает механизм отработки кармы через детей очень серьезный. Так, например, если жена уходит от мужа, с ребенком она остается, то через этого ребенка дальше она будет отрабатывать свою плохую карму. Он такой хорошенький, она ничего не подозревает, к ней приходит другой мужчина, с которым она хочет отношения начать строить. А он должен называть, ребенок должен называть этого мужчину папой, и с этого все начинается. Он такую устроит веселую жизнь этому папе и этой маме. То есть через него вот эта вся ненависть бывшего супруга, она начинает наваливаться. Поэтому, если уже такое произошло, семья, созданная на основе измены, должна жить очень возвышенной жизнью, чтобы искупить этот грех, вот эту вину разрыва отношений. Иначе не будет возможности воспитывать ребенка. Станет причиной больших страданий этой семьи. Несколько слов я скажу о последствиях, как бы супружеской неверности. Мы знаем, что последствия это разорванные семьи. И также я обещал поговорить о том, как надо вести себя и жить женщине, которая осталась одна с ребенком, если убросил муж, или мужчина, который остался один, как надо себя вести. Женщина, если у ней сын, согласно ведическому знанию, она может найти счастье в нем, все, которое ей нужно найти в жизни. Поэтому ей нет необходимости выходить заново замуж. В принципе. Вот с другой стороны, если женщина не чувствует, что она все свое счастье в ребенке найдет, или у ней тем более не сын, а дочь, то в этом случае, в принципе, она может выйти замуж еще раз, но она не должна надеяться, что у нее сразу все будет хорошо в жизни. Потому что первая проблема, которую она имеет реально в своем сознании, это то, что женщина не контролирует степень своей привязанности к своим бывшим родственникам. Она не сможет сразу отвязаться от них и считать их неродственниками. То есть ее привязанность остается сильной, и она не может углубить свои отношения с следующим мужем. Это реальная проблема для женщины. Она чувствует холод к нему. Им нравится человек, но не может глубоко отношения строить, потому что женщине очень трудно перестроиться, ей трудно рельсы перевести на другой лад. Она уже привыкла к одному человеку, теперь надо привыкать к другому. Это очень большая проблема. Поэтому нужно несколько лет на то, чтобы отношения перестроились для женщины, чтобы она счастье начала новое семейное испытывать. Этого как раз достаточно этих нескольких лет, чтобы отношения ребенка и ее с новым мужем совсем озверели, как бы и начались большие проблемы. Поэтому эти проблемы тоже придется когда-то решать тоже в этом случае. Поэтому она должна быть готова уже на это на все, с самого начала совместных отношений, что надо серьезно поработать над собой. Значит, мужчина, который входит в семью, то есть он берет жену с ребенком, он должен с этим ребенком строить сначала дружеские отношения, потом их развивать постепенно до родительских, если ребенок сам захочет, или оставлять их на дружеских, то есть не советовать, то есть фактически не командовать им, ничего не советовать вести себя как друг по отношению к нему. Иногда занимать позицию матери, когда в этом есть необходимость. Только постепенно можно эти отношения углубить. Женщина по отношению к ребенку, который остался без отца и как бы принят новый отец в семью, должна занимать позицию очень снисходительную. Она не должна от него требовать уважения, любви к этому новому отцу. Это все равно, что нельзя любить нож, который подставили тебе к горлу. Так и ребенку нельзя нового отца любить, потому что он видит на нем только одни проблемы. Он видит только одну проблему сплошную, потому что он должен плохую карму всей семьи отработать через этого человека. То есть реально как бы у него какие-то проблемы реальные, и он видит. Потому что его эгоизм, который создан в отношении с матерью, он сильно отличается от того вида эгоизма, который у этого нового отца с его мамой существует. То есть нет гармонии в этих структурах, поэтому антагонизм неизбежен. То есть она должна занимать примирительную позицию, такую, и стараться их примирить постоянно. В этом единственный выход. Если она не хочет эту позицию занимать, вступает в силу непреодолимая карма. То есть неизбежные ухудшения отношений. И кто будет страдать больше всего? Сначала страдает больше всего ребенок, он мучается от этого сильно. Потом это он запоминает на всю жизнь. Дальше будет страдать мама уже. Следующий вариант, когда мужчина остается один с детьми, он принимает, допустим, жену, семью, то женщина должна принимать смиренную позицию. Она не должна становиться злобной мачехой, которая гоняет этих детей. Хотя с самого начала следует сказать, что женщине практически невозможно этих детей принять как своих. Очень трудно. Почему? Потому что реально присутствует упоминание о бывшей жене перед самыми глазами. У мужчины это не проявляется так сильно, как у женщины. Она просто видит это упоминание перед своим лицом постоянно, когда смотрит на ребенка. Не от себя. Тяжелого ребенка. Таким образом, стать матерью для нее, для этих детей очень тяжело. Мужчина, который принял такую женщину, он должен это понимать. Тоже должен быть неглупым. И он должен дать возможность ей как-то свыкнуться с своим положением, чтобы постепенно она приняла этих детей. Раньше, чем она примет этих детей или этого ребенка, который от прежнего брака, нельзя заводить нового. Потому что в результате возникнет такая вилка. К новому ребенку будет еще большая любовь обоих родителей, а то от того ребенка вообще забудут. Потому что и так этот феномен существует, когда новый ребенок рождается, а предыдущих забывают. Тут еще это с такой силой вступит в силу, что у ребенка и так один родитель был, а теперь ни одного не осталось. Он как бы в стороне остался. И тогда, если заботы о нем не было достаточно много, то к моменту рождения нового ребенка он начинает всех ненавидеть. Этот ребенок, который остался, он фактически с ненавистью ко всем относится, в таком состоянии находится. Отец занимает такую позицию, он должен как бы заменить мать детям, он должен по-доброму к ним относиться, стараться сам это делать. И не слишком много требовать от своей жены новой. Постепенно отношения могут наладиться, если их правильно культивировать. Ни от кого не требовать слишком много, ни от жены новой, ни от детей. Ничего не надо требовать слишком много. Сильно большой любви, заботы постепенно, отношения улучшатся. Если ребенок растет беспредузорным совсем, то он должен принять наставников каких-то в жизни. Это самое лучшее. Это даст ему возможность нормально семью потом создать. У него плохая карма не отпечатается на голове сильно. Если люди встречаются, не хотят создавать семью. Так как мужчина копит карму плохую, женщина отрабатывает. Это означает, что когда они встречаются, то женщине от этого становится с каждым днем все хуже. Мужчины появляются новые возможности. Объясняю, как это происходит. То есть, если они встречаются друг с другом, единственная сила женщины – это ее привлекательность. Естественно, что чем больше мужчина находится рядом с ней, тем она для него становится менее привлекательной. Даже если она красавица из красавицы. Если отношения не стали законными, то для нее это очень неблагоприятно и невыгодно, потому что она с каждым днем стареет и теряет красоту. Тем более, что когда женщина имеет близкие отношения с мужчиной, то ее уровень красоты резко падает от этого тоже. То есть, самая красота большая, когда не было никаких отношений. Потом она начинает сильно падать, этот уровень. И на фоне этого мужчина, общаясь с женщиной, так как он берет на себя ответственность в какой-то степени, он взрослеет, становится более… Жизнь бьет ему по голове реально, и он как бы становится более серьезным в жизни. То есть, другими словами, он копит силу. Понимаете? То есть, он становится более сильным. И в результате наступает такой момент, когда этот мужчина начинает считать, что эта женщина, девушка, она слабовата для него. И он, естественно, ее бросает, берет себе другую. Теперь вопрос. Почему так получается, что женщина соглашается на такое сожительство и не понимает своих недостатков в этом положении? Почему так случается, что она соглашается на такую жизнь? Потому что она не понимает свою женскую силу, в чем заключается ее женская сила. Она не понимает, как сделать так, чтобы мужчина к ней серьезно начал относиться. В чем женская сила заключается? Умение держать мужчину на расстоянии. Когда большую рыбу ловишь, рыбаки знают, если щуку ловишь, то есть такой термин, понятие «её надо вести». Это означает, что ее не надо ни тянуть на себя, ни от себя, а просто вот вести и вести. Она сама будет приближаться, и когда она приближается, надо подтягивать леску. Когда со щукой так себя ведут, она очень начинает уважать того, кто ее ловит. Она реально видит, что профессионал в ряду. Женщина должна так, перед женитьбой она должна относиться к мужчине, она должна держать его на расстоянии, не подпускать себя слишком часто, слишком близко. Она должна очень как бы бережно относиться к тому, чтобы иметь свою независимость, сохранять от него. И он будет со всех сил пытаться разрушить эту независимость. Он будет много говорить слов, обещаний давать, будет разговаривать мозги и действовать разными способами. Под подкупом там будет покупать подарки, будет мозги заговаривать, будет признаваться в любви каждый день. Цель только одна – завоевать женщину раньше, чем распишешься. Сердце женщины завоевать раньше, чем расписался. Как только это произойдет, в силу вступает плохая карма их совместных отношений. Реально он уже не хочет уже расписываться. И он видит, что в принципе это возможно, потому что она уже сильно привязалась. Когда совместная жизнь происходит между мужчиной и женщиной, женщина постепенно все больше привязывается по своей природе, а мужчина все больше отвязывается. Поэтому реально только закрепленные отношения и дети могут удержать мужчину в семье. И какие-то общие взгляды на жизнь могут удержать мужчину в семье. В противном случае теряет привязанность. Если у него серьезности не хватает, то, соответственно, семья может развалиться. Поэтому, если вы хотите крепкую семью создавать, женщины должны держать на расстоянии мужчин до тех пор, пока он не скажет, все, идем расписываться. И с этого момента уже можно сначала расписаться, а дальше уже углублять отношения. Ведическая культура — это не просто культура, это знания. И человек должен вести себя соответственно с этим знанием, иначе у него будут проблемы. Пусть соблазнили, нет проблем, но на расстоянии дальше надо все равно держать. Пока, понимаете, как бы идея-то в этом заключается. Женщина должна привязываться, когда уже законные отношения. Она не должна привязываться сильно, когда они незаконные, иначе она становится рабом лампы. Она как бы видит, что он свободен, и он видит, что он свободен. Она ничего не может сделать с собой уже. А ему не надо ничего делать с собой. Ему и так хорошо. Непреодолимая карма плохая вступает в силу. Это очень большая проблема. Какие вопросы? Как бы вот эта идея брака, это же самое главное событие в жизни. Поэтому люди, если разумные люди, они, естественно, как это решают. То есть есть разные способы дать людям знания о том, как у них будут строиться отношения. Сами люди не могут это понять, потому что существует такой феномен застилания мозгов. Когда они начинают привязываться друг к другу, им кажется, что это хороший человек. Все справимся со всеми его проблемами. Все, нет проблем. Все точно хорошо будет, все хорошо. А если плохо, то потерпим. То есть вот такое сознание, как бы, понимаете, и с ним ничего не сделаешь. Оно нереально там какие-то астрологические расчеты делать. Допустим, два человека уже привязались друг к другу, приходят, рассчитайте нам совместимость. Какая совместимость? Что рассчитывать? Все уже совмещено. Уже поздно рассчитывать. Если, допустим, сказать этим людям, у вас плохая совместимость, значит, астролог плохой. Пойдут другому, который скажет нормальное, потянет на первое время. Идея заключается в том, что совместимость надо делать раньше, чем люди встречаются. В этом суть заключается. Так как астрологи должны действовать. Поэтому в ведической культуре людей сводили. То есть, ну, понравились друг другу парень, девушка, их начинают сводить, изучают сначала. Сначала изучение серьезно идет, а потом уже их сводят аккуратно, смотрят за поведением, пока не привязались, наблюдают за ними. Если видят поведение неправильно, раз, сразу разводят. Понимаете? А если уже привязались и приходят к родителям, тут хоть своди, хоть разводи. Ты же ничего не сделаешь. Да? Я принимаю два варианта вопроса. Первый вариант, если они уже возникли и не выходят из головы. Второй вариант, что делать, чтобы они не возникали. Первый ответ на первый вопрос, если они уже возникли, это уже неудача. Если возникли, человек находится в состоянии неудачи. У него проблемы уже большие в жизни. Вот это стойкие мысли означает четвертый этап измены уже. Достаточно глубокий этап. То есть, рушатся реально семейные отношения. Что делать этому человеку? Ему надо совершать эпитимию. То есть, в ведах существует такое понятие эпитимия. Вот, допустим, смотрите. Измена же бывает по отношению ученика с учителем. Допустим, я вам опишу, как эпитимию совершает, допустим, ученик. Он на возвышенного учителя нанес оскорбление в уме. Потом вслух высказал недовольство его как бы подачей материала. И потом он понял, что совершил оскорбление на возвышенного святого. И на следующий день он увидел реальные изменения в своем способности соблюдать духовную практику. Немедленно начал деградировать. Энтузиазм в духовной жизни начал резко падать. Что сделал этот человек? Он пошел, вырыл себе яму в земле и целый год в ней сидел. Кто хотел, приносил, когда хотел ему пищу. И после этого года он вышел оттуда, и он смог нормально относиться к своему наставнику дальше. Семейные отношения имеют менее глубокую от природы, чем отношения ученика с учителем. Эти отношения настолько глубоки, что они остаются из жизни в жизнь. Понимаете? Это очень глубокие отношения. Самый высокий уровень отношений. Сравнивать здесь нельзя эпитимье. Это не значит, что надо в теплой ванне посидеть несколько дней, чтобы... Нет, если мысли о ком-то появились, человек должен реально что-то начать с собой делать. Или он должен хатха-йогой серьезно позаниматься, на эмпликаторах полежать там, позакаливаться, побиться головой об стену. Ну, что-то надо делать реально. Надо еще, конечно, хорошо бы общение с возвышенными личностями иметь. Это не тот вид общения, когда мы высказываем, что вот у нас плохие мысли, и дальше опять думаем, идем. По этому поводу есть много анекдотов, я не хочу их рассказать. Но идея в этом заключается, что настоящее раскаяние должно прийти в сердце. Оно не придет до тех пор, пока человек не совершает аскезу. Только аскезой можно выбить плохую мысль из головы. И пить мне, это и есть аскеза. То есть, это означает голод, допустим, пока не протрезвеешь и так далее. Ну, то есть, вот такие вещи надо делать, совершать. Для того, чтобы не возникли такие мысли, человек должен заниматься реально духовной практикой, серьезно. Он должен настроить, читать возвышенные, там, я желаю всем счастья каждый день, молиться. Он должен что-то делать, такую возвышенную деятельность, какую-то развивать себе высший вкус к счастью. Когда высший вкус к счастью у человека развивается, он в семейных отношениях тоже будет развиваться. И в результате желание измены не будет возникать, потому что интересно, семейная жизнь будет интересной, насыщенной. Да? Бывает так, что наставник духовный, допустим, который принял обет отречения, и у него есть ученицы, если они думают о нем, ведо говорится, что они разрушают его духовную жизнь. То есть, они фактически роют ему яму, не дают возможности ему расти духовно. Они, думая о своем учителе с любовью, они тем самым, на самом деле, тем самым реально уничтожают его возможность быть счастливым. То есть, ну, фактически это уничтожение личности. Очень опасный феномен. У женщин есть два, как бы, два понимания учителя. В женском сознании существует два понимания учителя. Одно понимание это отец. Женщина не может вообще отношение учитель-ученик строить. У нее нет такого понимания в сознании, по природе. У нее два варианта есть, или отношение отец-дочь, или второй вариант это муж. Как к мужу она начинает относиться, к наставнику. Поэтому, согласно ведическому знанию, если женщина какое-то знание получает, она должна об этом знании докладывать своему мужу. Как хотя бы отчитываться, как все это там... Ну, в общем, она должна открывать свою мужу. Если она не открывает свою мужу, то она начинает привязываться к тому, кто дает ей знание как мужу, и считать, что ее муж недостоин. так она совершает измену в уме на уровне разума, и последствия для нее будут ужасны. Женщина будет деградировать, даже несмотря на то, что она получает, может получать достойное знание. Таким образом, женщины должны серьезно задуматься, как им получать знание. Они не должны думать, что его можно получать с помощью не того настроя, который нужен. Женщина должна считать себя дочерью того, кто дает знание. И она должна, даже если она не в дочке, как бы не годится, не имеет значения, и она должна воспринимать смиренно. Фактически вожделение к наставнику является желанием попытка использовать его, причем очень грубо. Это не является чистым чувством ученицы. Это грязные чувства очень. Какие еще вопросы? Что за отношения между братом и сестрой? Что это вообще за отношения должны быть? Согласно ведическому знанию, все зависит от того, кто старше. Если старше сестра, то брат должен относиться к ней, как к второй матери, согласно ведом. Он должен ее очень сильно уважать, а если не уважает, он должен оказываться нещадно. Он должен к ней относиться как к матери. Это развивает, углубляет ее чувство привязанности к младшим. То есть она потом воспитывает детей, хорошо будет. Дальше, если брат старший, то она должна относиться к нему как к отцу. То есть развивает такие чувства. Если они имеют один возраст, то в этом случае они должны культивировать в себе взаимное уважение. И только это единственный случай, когда может быть дружба между парнями, девушкой. То есть между ними очень теплая дружба должна быть, если у них равные отношения. Но только в этом случае. В противном случае должны быть вот отцовские такие отношения. Неравные отцовские. Бывают разные разговоры с психологами. Кроме психологов есть наставники. С наставником не обязательно углубляться в тонкости техники сексуальных отношений. С наставником достаточно просто объяснить идею. С наставником женщина имеет право говорить о своей семейной жизни. Проблемы все имеют духовную природу и природу психологическую. Наша современная психопатология считает или сексопатология считает, что проблемы в технике выполнения этих отношений строят на достаточно поверхностный уровень. Она считает, что это просто технические такие отношения. И об этой технике священнику незачем говорить, потому что он так не считает, что это основа причины проблем. Причина проблемы заключается в неправильном отношении мужа и жены. в целом на более высоком уровне. И поэтому этот вид общения по поводу установления правильных отношений не является изменой. Тем более, если человек как бы как наставник себя ведет. Есть разница между психологом и наставником. Психолог не берет на себя ответственность также быть моральным лидером. Он имеет право улыбаться. То есть в этом нет какой-то ошибки для психолога. Но на самом деле слово психолог это какой-то промежуточный вариант между сексуальным маньяком и священником. Понимаете? Он должен выбрать одно из двух психологов. Или он станет действительно духовником людей и будет давать им знания, как жить правильно. Или он будет сексуальным маньяком, который скрывает проблемы в отношениях женщины с ее мужем помогает ей решать эти проблемы личными отношениями. Какой смысл в психологии, если она не возвышает сознание? Для чего тогда она нужна? Психология должна возвышать отношения. Технические отношения не решаются. Переменами их слагаем, сумма не меняется. Что толку вести себя так, вести себя так? Надо реально менять жизнь, надо менять отношения в семье, характер свой менять. В этом смысл заключается. А как человек, который сам не работает над своим характером, может в этом помочь? Поэтому психолог должен быть наставником, в этом смысл психолога заключается. Нет других вариантов, да? Комнаты на разных концах дома. Оказывается, как ни крути с позиции любой психологии, если муж с женой живут в разных комнатах, живут в разных комнатах, и только встречаются при необходимости, их возможность сохранять семью очень сильно, потому что всегда они копят друг по отношению к другу вот этот потенциал любви. Они его не тают, они копят его. Когда они живут в одной постели вместе, то они очень сильно привыкают друг к другу и разряжаются друг на друга. В результате их любовь тает. По разным постелям разойтись очень трудно. Это нужно совершать большие усилия. А дальше так жить тоже невозможно. И они злятся друг на друга, ругаются. Поэтому ведическая культура это древнее очень-очень разумное знание. В нем есть очень большие плюсы во всех отношениях. Даже просто спать в раздельных комнат кажется, какая глупость, зачем это нужно все. Но реально попробуйте это сделать, и вы увидите через полгода отношения с близким человеком. Сами собой станут намного лучше. Больше даже делать ничего не надо. Сами собой станут лучше. При этом не надо там как-то ограничивать близкого человека, просто спим в разных комнатах. отношения станут лучше, я вам гарантирую просто, я сто процентов в этом убежден. И можно многие семьи спастить просто этим решением, но люди не всегда способны это понять. Они не понимают, зачем это надо. Чем больше муж находится на работе, я бы не сказал, здесь нужен лимит. Поймите, что муж должен быть дома также и заботиться о жене. Сама забота не означает, что наслаждение взаимное. Когда люди отдыхают, они наслаждаются в это время. Они не заботятся, не совершают усилий, бескорыстной деятельности не совершают. Если муж приходит вовремя с работы и бескорыстно настроен по отношению к жене, он хочет ей помочь, что-то сделать для нее, его банк доверия увеличивается, она к нему лучше начинает относиться, чуть-че. Если он только на работе находится все время приходит усталый, злой, то соответственно она меньше счастья испытывает в семье. Счастье дают только взаимное служение, служение друг другу дает счастье реально. Другого способа в семье счастье увеличивать нет. Да? В какой степени супружеские отношения относятся к дружеским отношениям? Какая связь? Супружеские отношения являются самыми сильными дружескими отношениями. Есть такие отношения сердечные отношения, это означает супружеские отношения. Фактически также супружеские отношения могут быть дружескими отношениями на самом низшем уровне, как сослуживцы там и так далее. Все зависит от степени верности. Мы как раз сегодня и говорили об этом. Верность определяет уровень отношений, глубину отношений в семье. Следует знать, что отношения супружеские не могут стать дружескими вообще по определению, только дружескими. Они могут быть только враждебными или близкими, одно из двух. Но, однако, существует такой феномен углубления супружеских отношений. Когда супружеские отношения развиваются, они дальше становятся дружескими в какой-то степени. Они друг к другу относятся. Сначала жена ведет себя как к мужу, как к тому, кто такой очень, как бы она ему предана очень. Муж ведет себя очень серьезно, как тот, кому можно предаваться. Дальше могут возникнуть дружеские на основе супружеских. Они так чувствуют друг от друга, что хорошие люди. Постепенно они начинают дружить еще. Но дальше отношения могут еще дальше развиваться супружеские. И в какой-то момент они могут проявлять такие отношения, что муж ведет себя как ребенок, жена его жалеет. И в другой момент жена ведет себя как ребенок, муж ее жалеет. То есть это уже отношения, еще третий тип отношений включается дальше. То есть отношения родительские включаются дальше на следующем этапе. Если сразу от нас возникают родительские отношения, то там не будет семейной жизни нормальной. Бывает так, что девушка относится к своему очень зрелому мужу, как как к отцу. Это приведет к углублению отношений. В этом нет проблем. Но если парень к слишком взрослой девушке относится как к маме, никаких шансов углубления отношений. Они просто развалятся. Что касается дружеских отношений, дружба в семейной жизни крайне неблагоприятна. Если отношения начинаются с дружбы, это очень неблагоприятно. Они могут дружить до женитьбы, но потом перед женитьбой жена должна принять мужа как в соответствии с тем, как он должен быть как муж. Если они дружить, а дальше остается дружить, это значит, что у нее вакансия мужа остается в голове, а у него остается в голове вакансия жены. Понимаете? То есть параллельно надо еще заводить другие отношения. Это приводит к проблемам. Да? Отсутствие благочестия у народа рождает войну фактически. То есть фактически, если уж говорить честно, то это отсутствие верности народа Богу. Если народ предает Бога, отсутствие верности рождает войну. Должны жить по законам Бога, по заповедям Бога. Если мы не живем, мы предаем Бога, Его законы. В результате беспредел начинает развиваться. Это неверность законом Бога, заповедям Бога рождает войны. Так описывают веды, да? Ну извините меня, сколько священников-то перевешали, то однозначно тут вопросов даже нет. Да, страна предает Бога, да это является единственным основанием, чтобы там развилась война. Все, больше нет других оснований. Об этом все веды построены, они описывают это. Все, давайте закончим вопросы. Надо пожелать всем счастья. Сегодняшняя лекция была тяжелым испытанием для всех, поэтому я приношу вам свои заполезвания на вне, так сказать. Я не смогу все равно отказаться от того, чтобы давать вам знания, поэтому следующая лекция будет не лучше. Это вопросы уважения в семье. Реклама следующей лекции. Все сели прямо. Давайте будем желать всем счастья. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, я желаю Всем счастья Я желаю всем счастья